Вопрос интересный, сложный, наверное, для меня. В принципе, ни о чем не думал и, наверное, с удовольствием принял это предложение. На самом деле не было ничего сложного. Это нормальный рабочий процесс, когда идет согласование контракта. Есть одни пропозиции, вторые. Они приходили к общему знаменателю и дальше выводилось уже на контракт. Я даже не ожидал, если честно, что вернувшись сюда, пришел на базу. У меня такое ощущение, искренне говорю, как будто я вернулся домой. Хотя, понятно, я не из-за Львова. Но в большей степени меня по-хорошему, может быть, даже не поразило, наверное, шоковало отношение людей, с которыми работал, тех, кто были в Карпатах, с каким энтузиазмом, с какой открытостью. Для меня это действительно было вельми-вельми приемно. Для того, чтобы сравнить уровень чемпионатов, нужно хотя бы сыграть на Мигр 10, чтобы понять именно уровень того чемпионата и этого. Да, за украинским чемпионатом следил. Потому что именно после возвращения с Украины мне было очень интересно. Особенно следил за Динамо Киев, Шахтером Донецким, Черномореца где-то и Карпат, и клубы, которых работал. Как говорят англичане, степ-бай-степ. Но пошагово, конечно, нужно сначала найти причину и относительно этого дальше выстраивать отношения. Я думаю, что все-таки больше второе. Психология игроков сдвинуть, чтобы игроки просто поверили в себя. Потому что, на мой взгляд, это основная причина, почему команда оказывается внизу. Еще вызначаемся в стадии такого вызначения. Понятно, что останется тренер в интервью, останется тренер по физподготовке, тренер-методист. И минимально это еще ожидаем прибытие помощника. Да, я думаю, что любой тренер всегда с удовольствием усилил бы все позиции. Нужно сначала разобраться по состоянию людей, которые находятся, ну и футболистов, которые в своем распоряжении. И, скорее всего, подписания будут, но они будут точечные. Нет, ну нам у нас задача, ведь у нас нам нужно не вериться обыграть. Основная задача. Можно обыграть вериться и дальше все остановиться. Наша задача все-таки двигаться по дистанции, равномерно двигаться по дистанции. Поэтому мы готовимся в штатном режиме. Прежде всего коллектив, как я говорил, команда. Второе создание команды вокруг команды. Это тренерский штаб, медицинский штаб. И, наверное, третье, объединение команды с болельщиками. Для меня это очень важный момент, потому что я понимаю, что в связи вот этой пандемии последнего времени без болельщиков футбола нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!